На телеканале «Вектор-24» состоялся новогодний прямой эфир. В программе подвели итоги уходящего года и выполнили главную просьбу у победителя прошлогоднего конкурса Дедов Морозов. Я Дед Мороз в Газпроме рос. Рос, рос, а Снегурку-то я себе не вырастил. И вот объявлен конкурс на лучшую внучку-снегурочку для меня. Пересмотрел я все ролики, аж голова кругом пошла. Не знаю я, кого выбрать. Они и мудрые, и красивые, и спортивные, и даже нефтяные, наверное, богатые. Визитки пяти помощниц Деда Мороза оценивали телезрители. Первый этап голосования прошел во Вконтакте. В финал вышли три конкурсантки. Снегурочка-нефтяночка, Снегурочка-мудрая и Дед Мороза-внучка из «Газпрома-штучка». Именно за них было отдано большинство голосов. Во время эфира работали три студии. И в главной ведущие Ольга Пескова и Андрей Яковенко общались с гостями. Это горожане, которые достигли профессиональных и личных успехов. Руководители учреждений, предприятий ТЭК и администрации города. Первый заместитель главы администрации Андрей Бондурко рассказал, какие изменения ждут Губкинский в будущем году. 2019 года мы позначим губернатором годом благоустройства. 19 декабря на платформе «Живем на севере» стартовало голосование по объектам благоустройства 2019 года. Поэтому прошу жителей города поучаствовать в голосовании. Продлится оно до 29 декабря. В планах у нас строительство, реконструкция площади воинской славы. Также там голосование проходило по ремонту автомобильных дорог, до обустройства сказочного сквера, строительства сквера в 13 микрорайоне. Так что прошу принять участие. Во второй студии «Снегурочки» проявляли свою смекалку и эрудицию, участвуя в конкурсах и выполняя задания, которые придумывали ведущие и гости эфира. Одно из заданий – прочитать новогоднее стихотворение. Слава, деньги – вовсе не о том я. Взлет, карьера – тоже не о том. Пусть не будет у тебя бездомья. Пусть судьба подарит тебе дом. Дом, где есть тепло и много света, где в окне приветная свеча, где есть лад, открытость и секреты, где не обижаются горяча. Для многих учреждений Губкинского уходящий год стал юбилейным. 25-летие отметили телерадиокомпания «Вектор», нефтяная компания «Янгпур». Также 30 лет отпраздновали детская школа искусств имени Георгия Сверидова, детский сад «Теремок» и четвертая школа. Гости в студии делились своими успехами и достижениями. Самый дорогой подарок для четвертой школы, во-первых, что школе 30 лет, а во-вторых, самая большая радость для нас – то, что мы вернулись в свое здание, в котором создаем сейчас развивающую среду. И, конечно, не сказано, были рады и дети, и взрослые, и родители, и все, и очень много планов. Поэтому наша школа, я думаю, что будет процветать, учитывая замечательные условия, в которых мы сегодня живем. Новый год – один из самых любимых, долгожданных и радостных праздников, как для детей, так и для взрослых. Время волшебства, чудес, доброй сказки и подарков. Презенты во время прямого эфира дарила телеразио-компания и партнеры акции. Напомним, мы заранее просили горожан оставлять под постом во ВКонтакте свои адреса. С помощью генератора случайных чисел были выбраны пять счастливчиков. Это квартира Савченко? Да. То есть вы Савченки? Да. А маму как зовут? А Савченко. Вот. Она участвовала в новогоднем розыгрыше призовано. Она написала комментарий и выиграла наша электронная рулетка. Выбрала вас в качестве победителей. Передайте маме этот подарочек. Интерактивное голосование побило рекорд предыдущего года. Тогда поступило более двух тысяч звонков. В этом году за Снегурочек более пяти тысяч. Разрыв между участницами был минимальным. Победительницей стала Деда Мороза-Внучка из «Газпрома-Штучка». Всех горожан и гостей поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы все ваши мечты обязательно исполнялись. И верьте в чудеса. Запись новогоднего прямого эфира в ближайшее время будет размещена на сайте телерадио компании «Вектор». Елена Канина, Сергей Парфюмович, Олег Семагин, Денис Гимб. Новости Губкинского.